а со следующей игрой получился достаточно забавный казус то есть я хотел собрать себе всю линейку command and conquer на первом playstation там насколько я помню было три игры и решил вот начать с первым то есть нашел ее ну пускай в плате но мне это не столько принципиально значит заказал и вот выяснилось такая вот интересная особенность что здесь собственно и вовсе не она уточни фантики у нас перед и зад вот именно первого комната конкурера а вот именно внутренности то есть мануал диски от эксклюзивного редайлера реталейшн советский диск вот диск союзников даже есть регистрационная карточка правда я не знаю из какого она комплекта то есть от команд and conquer или все-таки редайлера и честно говоря вот этот реталейшн я хотел больше всего но он поскольку эксклюзивный он достаточно дорогой вообще на самом деле конечно я бы сказал суки полуэксклюзивный потому что состоит он из дополнений которые выходили на пока то есть это counter strike и after match но соответственно здесь есть кроме миссии из вышеперечисленных дополнений свои эксклюзивные а также видео брифинге потому что например вот в на пока там никаких видео брифингов нет просто выходили вот эти два дополнения и собственно все а здесь вот их записали и то есть например вот советами у нас командует генерал дмитрий тополев добра бен саджет меня зовут тополов генерал тополов рад видать камрад соответственно союзниками командует джордж карвилл кстати меня зовут генерал кирвилл добро пожаловать в грецию и самое что интересно вот карвилл у нас еще евро дайлер 2 потом появлялся почему человек на вашей миссии будет спецагент генерал я думаю командующему нужно поторопиться не может терять время уверен то не может положить ах вы уверены ведь это не вам придется рисковать жизни а вот тополева к сожалению больше в серии не было но сам по себе вот именно как советский генерал он такой достаточно приятный дядька если мы вспомним все предыдущие рода лера дату ну точнее все номерные рода лера 1 2 или 3 то есть всегда в советской компании был кто-то кто хотел себе там захватить всю власть у нас был первым рода леры например кейн который так скажем подбивал сталина на то чтобы он репрессировал всех своих генералов кроме собственно нас как игрока ты благородно сражался чтобы моя мечта стала реальностью и теперь я собираюсь оказать эту честь тебе смертные приговоры подпиши вновь покажи что ты верен мне я избавляю россию от ее врагов во втором редалеры у нас юрий всякие интриги крутил я должен сделать особое заявление за последние великие заслуги я назначаю юрия главнокомандующим советских вооруженных сил и сдайте дела немедленно за всем этим стоишь ты или я уверен в этом успокойтесь генерал владимир наслаждайтесь жизнью в третьем редалере генсек черденко там тоже какие-то свои эти интриги под коверное дело благодарю вас командир за решительное уничтожение врагов народа но я боюсь больше мне ваши услуги не нужны увы вы стали угрозой для меня и даже для всего союза советских социалистических республик не говорю вам до свидания командир так как точно знаю что не будет у нас больше с вами встреч тополев такой достаточно добродушный дядька то есть вечно предлагает игроку выпить допустим за женщин за россию за что-нибудь еще ты амбициозен амбиции могут быть очень полезны они проложат тебе дорогу в высший свет ты получишь кабинет в кремле лучшей части москвы да мой дорогой я русский я никого не люблю выпить за тебя я могу и вот в конце советской кампании он значит получать повышение уезжает москву главного героя то есть игроку да вот оставляет в кабинет его повышают соответственно звание ну и также в подарок он ему еще бутылочку водки тоже оставляет вот это очень мило